Здравствуйте дорогие друзья! Мы сейчас находимся в Петербурге, станция метро Адмиралтейская. И сегодня очень интересная история. Я вчера здесь гулял, познакомился с очень интересными людьми, мастерами. Делают они фигурки, льют из бронзы. Настоящие художники. Вот посмотрите, лавка художника напротив метро Адмиралтейская. И я сегодня хочу зайти, просто их отблагодарить. Очень хорошие люди, хотели сделать мне вчера подарок. А вы знаете, я подарки не беру. Вот может быть кто-то из вас зайдет сюда. Потому что реально там интересно. Заходите обязательно. И цены недорогие, между прочим. Есть, конечно, и достаточно-таки хорошие цены. Но есть и демократичные. Здравствуйте! Василий! Здравствуйте! А мы сегодня в гости к вам. Не расскажете нам про ваше художество, так сказать? Очень интересно вас попытать. Какой у вас здесь точный адрес? Невский 8, милости просим. Невский 8, друзья, милости просим. Сейчас на месте я включусь. Вы поймете, какое это красивое место. Вообще, я не зря здесь вчера остановился, зашел сюда. Сейчас вы это все поймете. Вот посмотрите. Галерея художественного литья, друзья. Здравствуйте! Здравствуйте! Это замочай. Посмотрите, я сейчас покажу. А можно вас поинтересоваться? У вас собственное литье, да? Цех и художники свои. Это где-то в Санкт-Петербурге делается? Да, здесь в Санкт-Петербурге. Привозного, попусного, ничего не делается. Шикарное вещи, что работают для вас. Здравствуйте! А вы работаете с воском. Кто делает, например, какой-то художник? Сначала, я знаю, я просто сам этим занимался, сначала это делаешь из пластилина, либо из дерева, да? Смотрите, модель, да, она делается из какого-нибудь мягкого пластичного материала. У нас в данном случае это может быть пластик, воск. Это литьев по управляемым моделям. Делается точно так же, как и в мире. И ваши ребята тоже, питерские делают, да, модели? Или любой художник может вообще к вам обратиться тоже со своими моделями? Вы берете как-то, вот знаете, вот я просто видел вчера у вас такие фигурки красивые, вот и Тайсон, и все. Посмотрите, это ваши художники, ваша группа делают? Это вот реплики реальных работ скульпторов, это вот миллион, в 63-м году реплика с его работой. Все, которое действительно называется художественным. Именно реплики, да? А есть свои, вот мне вчера здесь молодой человек показывал, тоже, это тоже реплика, да? Ну, это наш скульптор моделировал, но это по приколу, прикол уже давным-давно ходит в интернете, уже десятилетия про заебушка. Да, я помню, да. Ну, сделала это наша скульпторша Наталья Волховская. Вот посмотрите, друзья. Ну, Кузьмич, вот дохрувская баня, как мы делаем по пару, тоже наша авторская работа. А баня есть у вас? Есть, да. Вот баня, конечно, этим оберегается, сохраняется больше, чтобы там комфортная карту была, чтобы она не сгорела. Это всех благ для бани. А это Матруу Сталин к вам прилетел. Название этой штуки она сама за себя говорит. Заебушка. Вот посмотрите, друзья, чтобы такое сделать, выплавить, это сначала делается фигуркой, потом воском, да? А вы силикон, наверное, какой-то современный используете в этом производстве? И все по старинке? Ну, почему? Все по старинке, за исключением вот пресс-формы, да? Она нам нужна для того, чтобы упростить изготовление моделей. Первая работа, она всегда получается очень дорогой. Когда мы делаем эту форму, это уже, получается, тиражные экземпляры. Ну, насколько их хватает? Где-то на 10, наверное, максимум на 20, да? Вот этой формы. Пресс-формы? 200-300 изделий. 200-300? Куда воск заливается. А, у вас она качественный силикончик уже идет, да? Это резина, на самом деле, называется лексин. Резина специальная, именно. А я-то делал по старинке раньше. Воск, там, все это, а вот здесь вот, да. В технологии это уже больше 300 лет, на самом деле, никто лучше так ничего не придумал. Но есть литье многоразовые опоки, но оно очень дорогое получается. И вот, друзья, посмотрите, здесь вчера мне тоже молодой человек показал. Литейная мастерская, здесь все по-честному, ребята делают сами. Вот, заходите сюда, я советую, кому нужен подарок. Рядом у нас Дворцовая площадь, метро Адмилатейская. Очень красиво. Сердце Питера, да. Я даже не ожидал, что вот здесь художники прямо живут, варят, и здесь же свои изделия продают. Удивительное место. А я зашел к вам спасибо сказать честно. Вчера вот эти золотые люди доброту проявили. И сегодня мы придем. У моей супруги сегодня день рождения. Я буду выбирать подарок сегодня. Рит, понравилось тебе что-то? Да? Только бери подешевле чего-то. Посмотрите, здесь даже цены. Ну, вы не представляете, как это невероятно, литье такое сделать. И обработка идет. Это сначала форма, потом, ну, очень сложно, да. Это физический технологический процесс, конечно. Это делает, кстати, художник. Сначала вырезается фигурой, потом шлифуете вы, да. Ну, здесь, да, очень серьезный процесс. Красота, конечно, невероятная. Так, сейчас мы повыбираем здесь. Я покажу обязательно сегодня, что-то мы у вас купим. Валера, посмотри. Понимаешь теперь, куда я вчера попал, а? И вот это все ручная работа. Летейный цех. Рит, что мама бы вызвала? Посмотрите. Здесь еще Путина есть. Да ладно, где? Вот Путина. Армия Путина. Бронза, да, действительно. Вот папа Рита раньше делал такие вещи. Очень красиво. А это, кстати говоря, знаете кто? А мне рассказывают. Да, это самый популярный сувенир, Валерий Куринец. Камейкурс, Камейкурс. Петербургский читающий дедушка, да. Он есть у вас? Нет. А, вот это реально. Он есть у всех петербургских. Ютуб? Да. Делаем. Ух, какой звук. Ничего себе. Каждый звук колокольчика по своему уникальному. Каждый биометр седочек очень важно, на самом деле. Я смотрю как. Да, да, да. Красота. Говорить хочешь, а ты можешь с пластилина сама делать, а я тебе выплавлю такую же. Я просто знаю. А у вас уже печи какие-то современные, да? Или какие-то сами делаем? Современные, современные, да, печки. Покупные уже, да? Индопазонные печи, металл, плазм, маленькие метабиленционные. Тысяча градусов примерно, да? Да, больше. Больше вас? Да. Дедушка. Я-то рассказывал, я в кочегарке плавил вообще. Я люблю, на самом деле, я все говорю, он правду чего. Блин, это все мое. Я могу вот так вот из дерева вот это вырезать, полностью. Поэтому я в рай здесь попал к вам. Друзья, заходите обязательно, у кого будет возможность, вот посмотрите. Вот по этим не каждый работает, денег стоит. Это очень невероятно технологически сложно сделать. Так же мастер свою душу вкладывает в определенное изделие. И причем не один, литейщик, ультр, кто-то гипсовую форму делает. Это очень сложно. А вот и Кубань. Кому надо, обращайтесь. Пока я в Питере могу вам здесь прикупить или дать. А здесь еще посмотрите, какие лампы есть красивые. У меня просто здесь глаза разбегаются. Но очень интересно. Вот эти вот фигурки самые-самые такие дешевые. Это вот на память на всю жизнь останется, друзья. Это бронза, настоящая бронза. Вот вы даже по весу можете это ощутить. В память о Санкт-Петербурге. Смотрите, как это все смотрится. Красота. А вот этот подарочек я оставлю для какого-то из наших зрителей. Вот кто здесь окажется, я сейчас попрошу ребят. Вдруг, давай, кто-то будет из подписчиков здесь. Заходите, я специально этот подарочек для вас оставлю. От деревенского заколхоза. Заходите, кто из вас первый будет. Потом сообщение напишите. У меня к вам просьба. Я вот эту кошечку, про которую вы вчера рассказывали, я у вас ее куплю для кого-то из наших зрителей. Если кто-то зайдет от деревенского заколхоза, вдруг, да, очень бы хотел, чтобы мои зрители к вам пришли в гости, передадите от меня. Это как будет розыгрыш. Да, розыгрыш такой небольшой. Делал это первый раз, но так, для интересов. Питер. Только кошечки, да. Вот, друзья. Там тортюшки, скажите. Вот такое интересное место. Я сейчас вам еще покажу кое-что здесь. Галерея художественного литья. Запомните это место. Что мне здесь понравилось, еще посмотрите. Петербург. Теплоэнерго. Очень интересные дворы, как всегда. Заходите в гости. Спасибо. Спасибо.